Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я, как и обещал, поговорю об винтовках, об снайперских винтовках и о дробовиках. Ну что ж, начнём с винтовки Outfield. Это довольно часто встречаемое оружие в игре. Найти можно почти везде. Использует Bonjour Clif в качестве магазина. Можно поставить любое улучшение, что естественно хорошо. Естественно, что самое лучшее применение это снайперская винтовка. Однако, всё же для этой цели лучше взять Мосин, так как она имеет те же параметры, но наносит больший урон. Для переделки в снайперскую винтовку рекомендуется поставить оптику, сошки, либо лазерный прицел и глушитель. Так вы обезопасите себя от пришедших на звук зомби или любопытных игроков. Outfield встречается часто, так что проблем с поиском у вас не будет. Кроме того, она обладает удобным стоковым прицелом. Что же можно отнести к преимуществам? Из преимуществ можно выделить следующее. Благодаря высокой встречаемости полезно на ранних этапах. Довольно большой урон. Для неё легко раздобыть патроны. Может быть найдено в гражданских зонах, но встречается чаще, чем винтовка Мосина. Требует всего лишь одну упаковку гражданских патронов, чтобы пополнить свой магазин. Имеет относительно лёгкий вес и удобный стандартный прицел. Из недостатков маленький магазин всего лишь на 5 патронов, малая скорострельность и, естественно, громкий звук. Что ж, следующая как раз винтовка Мосина. Винтовка затворного механизма, которую можно найти в сельскохозяйственных локациях. Использует также Bonjour Clips. В качестве патронов в обойме 5 патронов. Можно найти на обеих фермах, кстати. Из преимуществ это то, что боеприпасы очень легко найти, возможность полного апгрейда, требует всего лишь одну упаковку гражданских патронов для перезарядки обоймы, лёгкая по весу, наносит больше урона, чем аутфилд. Но также есть и недостатки. В мультиплеере расцветка винтовки очень сильно заметна. Вероятность нахождения ниже, чем у аутфилд. И, как я и сказал ранее, всего лишь 5 патронов по обойме. Что ж, следующие будут дробовики. Первым будет обрез, дабл-бэррл или двухствольный дробовик. Найти его можно на фермах и в домах. Использует стандартные патроны для дробовиков. Не очень редкий в нахождении. Наносит неплохой урон, но без перезарядки можно выстрелить всего лишь 2 раза. Хоть и перезарядка относительно быстрая, даже можно сказать мгновенная, но всё равно это как-то мало. Однако может спасти, если враг подобрался очень близко. В основном, вместо спауна это корабль. Что же, следующий это нову, или с немецкого перевести новый. Редкий дробовик, который можно найти на полицейских локациях. Полицейский участок или разбитая машина полиции. На данном дробовике можно найти такой же редкости прицел. Однако применять его лучше всего только на дробовиках, так как у него нет точки или перекрестия в центре прицела. Использует багшот или слаг, ну в принципе как и все дробовики, в качестве амуниции. В магазин помещается 5 патронов. Относительно быстрая перезарядка. Наносит достаточно мощный урон и способен убить игрока или военного зомби с одного выстрела на расстоянии в пару метров. Ну или на расстоянии в длину автомобиля. Из преимуществ можно выделить следующее. Боеприпасы не такие редкие. Действительно их очень много, они разбросаны везде. Малый вес, высокая скорость перезарядки, есть автоматический режим стрельбы, что немаловажно. Недостатки. Низкая дальность, что в принципе для дробовиков не новость. И всего 5 боеприпасов в магазине. Далее идет еще один дробовик, который называется Lever Action. Это в принципе аналог нашего обреза, но имеет два различия. Первое, это всего лишь один ствол, и второе, магазин больше аж на два патрона. Что ж, из преимуществ. Использую довольно распространенный тип патронов. Большой урон, но если наносится в упор. Можно поставить прицелы, тактические приспособления, но как по мне это лишнее. Моментальная перезарядка патрона. Может быть найден в гражданских зонах. Но недостатков по-моему даже больше. Первый, это низкая скорострельность. Второй, это низкая зона поражения. Урон зависит от количества попавших осколков. Невозможно улучшить ствол. Ну, для дробовиков, особенно для обреза, это тоже проблема. Маленький размер магазина и, естественно, очень громкий. Ну что ж, теперь мы подобрались и к самому вкусному, а именно к снайперским винтовкам. На первом месте из двух будет Timberwolf или Лесной Волк. Это одна из самых редких и наилучших снайперских винтовок в игре. Имеет огромный радиус поражения и урон, что сокращает шансы на выживание того, кто действительно встанет на ее пути. При выстреле издает сильный шум, что легко выдаст стрелявшего. Но имеет некоторые плюсы, а именно 20-ти кратный прицел, который можно снять. Но я думаю, это лишнее. И для стрельбы она может использовать как лаповый магазин, так и милитарий буллетс в качестве боеприпасов. Что ж, из преимуществ. Это ее убойность. Действительно, мощнее винтовки здесь нет. Но также есть и недостатки, а именно относительная редкость и относительная громкость. Что касается нахождения, найти ее можно на военных базах на вышках. Также можно найти в аэропорту, но это очень сложно, потому что вам придется достроить лестницу на крышу вышки. Там она иногда спавнится. Что же, следующая винтовка это Матаморез. Это также относительно редкая автоматическая снайперская винтовка, которую можно найти на военных объектах. А именно у вертолета или на вышках. Но также она часто спавнится на корабле или в вооруженном магазине в городе Боревуд. Несомненный плюс Матамореза это его бесшумность и беспламенность. То есть у нее уже интегрированная, она оснащена интегрированным глушителем и пламя-подавителем, пламя-гасителем. Кроме того, она имеет достаточно большой магазин на 10 патронов и неплохой стоковый 7-кратный прицел. Матаморез обладает большим уроном и использует распространенные гражданские боеприпасы. Хоть и магазин относительно редкий, но боеприпасы даже очень часто находимые. Однако найти ее достаточно сложно. Но поверьте, это действительно того стоит. Ну что ж, а теперь давайте, наверное, развлечемся и посмотрим на деле, как работает каждое из данных оружий. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну что ж, а на этом, дорогие друзья, все. И в следующий раз мы поговорим о рюкзаках, какие они есть, сколько они вмещают и где какой можно найти или скрафтить. Что ж, до следующего обзора. Продолжение следует...